Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем экономику России и чего нам ждать в ближайшее время. Каких сюрпризов, может быть, даже. В гостях у меня сегодня Максим Орешкин, главный экономист по России в ЭТБ «Капитал». Добрый вечер, Максим. Добрый. И Федор Наумов, начальник экономического отдела, управленческий компанией «Капитал». Добрый вечер, Федор. Здравствуйте. Ну, давайте бог с ними, с сюрпризами. Как настроение-то? Хорошее. Ну, вот я, честно говоря... Осень началась. Вот, вот, вот. Я, честно говоря, сегодня с утра смотрю на небо. И, судя по всему, сюрпризы-то начались уже. И не совсем приятно. Все вполне в сезоне. По календарю вечера, да? Пробкин. Имеем. Погода плохая. Все хорошо. Как ожидалось. Жизнь продолжается. Продолжается. Она в своем ключе. А, кстати, вот пробок сейчас не было бы и солнце светило. Что значит? Это все? Экономика умерла, кризис. Ну, экономика, может быть, не экономика, но просто ты чувствовал себя в какой-то иной действительности. Я, кстати, вот летом пару раз на себе это ощущал, когда ты едешь по Москве, вроде бы, в час пик, да? Дорога, причем, дорога-то ровная, и она свободная, и солнце светит, и забываешь даже, где находишься. Потом, вроде бы, посмотрел сюда, посмотрел сюда. А, да, действительно. Я дома. Все нормально. Это лето всего лишь. Ну, славненько. Хорошо. Давайте тогда традиционно посмотрим на картину маслом. Текущая ситуация на финансовых рынках выглядит следующим образом. Американцы открылись. 18.06 в Москве. И мы наблюдаем, мы наблюдаем такую картину. Разнонаправленно торгуются основные фоновые индексы Америки. Доу-Джонс 2 сотых теряет, СНП 4 сотых прибавляет. Не договорились. Наши сегодня под водой. РТС почти процент, ММВБ почти полпроцента, так как тоже вяло текущее все. Нефть продолжает коррекцию, ну, или, может быть, несколько замедлилась эта коррекция. Золото 1660 за унцию тоже ниже августовских максимумов находится. Евро-доллар сегодня туда-сюда летает. Но, тем не менее, так, достаточно уверенно держится выше 1.25. Ну, и основной набор голубой фишек. Вот, забавно. Вчера мы радовались МТС. Простые, обыкновенные акции, да, прибавляли там в моменте 3%. Сегодня они, я так понимаю, начинают корректироваться по этому же поводу, да, уже больше, чем на процент внизу. Ну, в общем, все, как мне кажется, без изменений, если смотреть в ближайшие там, да, месяц, два, три и так далее. Вот такая картина маслом, да, я на всякий случай еще напомню. Уважаемые слушатели, вы можете позвонить, задать вопросы моим гостям, сами поделиться своими мыслями по поводу сюрпризов и какие, да, что это за сюрпризы. Телефон в студии 6510-99, 6, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, мы всегда рады. Итак, начнем. Ну, вообще, стоит ждать этих самых сюрпризов-то? Потому что, может быть, да, вот мы начали с погоды, с утра проснулись, вроде бы неприятно, а потом вспомнишь, что это и нормально. Осенью, Федор, стоит ждать сюрпризы? Подожди, а сюрпризы, кстати, ты любишь сюрпризы? Все зависит. В Деда Мороза ведешь, нет? История в следующем, если мы, ну, конечно, на таком уровне сюрпризы кто же не любит, да, верю в Деда Мороза, правда. Я просто хотел подчеркнуть, что сюрпризы это все-таки какая-то приятная история. Приятная история, да, но фондовый рынок и рынок капитала такая штука, да, где наступлением и наступлением сюрпризов тоже можно, в принципе, торговать. И вот кажется, что на самом деле сейчас рынок, хотя в новостях обсуждает огромное количество событий, которые произойдут в ближайшее время, и которые, в принципе, могут что-то, правда, поменять, при этом он похоже, что рынок не верит в эти самые сюрпризы. То есть это очень хорошо видно по всяким индикаторам, даже не столько стресса, например, а волатильности в акциях, в валютах. Они на очень-очень низких уровнях, чуть ли не на минимальных уровнях, ну, до кризиса восьмого года было и меньше. Соответственно, речь идет о ВИКСе, о обмененных волатильностях там в долларе, в долларе евро, в рубле долларе. Они все очень низко стоят. Это значит, что, ну, рынок либо себе рисует какой-то сценарий, в котором, например, если плохо с экономикой, то точно центральные банки всех спасут, и мы останемся там, где есть, да? Если, соответственно, ну, и вот, в общем, этот сценарий, видимо, он как так в мейнстриме, что люди не верят, что рынок куда-то может сильно двинуться выше или ниже с текущих уровней, больше ничем иным объяснить такие низкие волатильности. Потому что еще просто откровенный, откровенным отсутствием игроков на рынке в связи с отпусками. Ну, вот, наверное, это история. То есть рынок, скорее всего, сейчас, ну, судя по тому, как он торгуется, он не очень верит, что будут какие-то сюрпризы. А ты-то веришь? Ну, вот, но я, честно говоря, верю, но у меня несколько то, как я, позиция к этому располагает, скажем так, мне хочется верить в сюрпризы, вот. Соответственно, что еще по рынку такого, что бросается тоже в глаза? S&P дорос до своих посткризисных максимумов, и вот, честно говоря, мне сложно выдумать, что его может через эти максимумы протащить. Такое ощущение, что он как-то побаивается дальше идти. Да, и вроде бы и ниже тоже поводов серьезных нет. И вот все это вместе вот складывается в какую-то такую картинку затиши, которая должна как-то разрешиться, да, но рынок такой, что и не верит в то, что это как-то разрешится. Вот, ну, в общем, вот это если коротко. Я понял. Ну, это коротко, потом, естественно, более детально. Максим, твой взгляд на ситуацию? Ну, вот Федор рассказал про рынки. Я попытаюсь сформулировать то, что происходит с российской экономикой. В принципе, то, что будет с российской экономикой происходить осенью, уже, по сути, предопределено, уже мало что может измениться. Был очень неплохой рост российской экономики в первом полугодии. Вызван он во многом был тремя временными факторами. Два из них было связано с участием государства. Это очень быстрое и сильное повышение зарплат госслужащих, которое подошло в конце прошлого года. Оно дало очень сильный толчок расходам населения в первом полугодии. Затем изменившаяся сезонность государственных расходов с перенесением части расходов тоже на первое полугодие, особенно на первый квартал. И третий момент, связанный с активностью банковской системы, с очень быстрым ростом банковского кредитования. Тут вопрос, связанный с активностью отдельных банков. Например, тот же Сбербанк, который предложил просто новые продукты, которые он до этого не предлагал своим клиентам. И тем самым встретил очень повышенный спрос на такого рода продукты и, соответственно, выдавал очень быстро кредиты, особенно в первом полугодии. Все это, конечно, подогрело спрос, потребительский спрос и стало основой очень быстрого роста российской экономики. Если помните, ВВП вырос на практически на 5% в первом квартале и на 4% во втором квартале. К сожалению, во втором полугодии все эти факторы, они уже постепенно сходят на нет. Повышение зарплаты, оно произошло один раз, и зарплаты остаются на новом уровне и больше не повышаются. Госрасходы, которые активно росли в первом квартале, особенно в четвертом квартале, даже, скорее всего, покажут близкие к нулю темпы роста годового, что, конечно же, негативно скажется на темпах роста российской экономики. Кредитование уже замедляется. Это как следствие насыщения спроса на новый продукт Сбербанка, например, с одной стороны, так и частично является следствием ужесточения монетарной политики, которую Центральный банк у нас производил последние полтора года. Понятно, что на все это накладываются еще внешние факторы негативные. Это, конечно же, проблемы европейские. Они привели к тому, что снизился спрос на российский экспорт. Если мы посмотрим на добычу газа, то последние месяцы она идет стабильно где-то в среднем минус 8% к уровню прошлого года. Металлурги тоже почувствовали, хотя не так сильно, как газовики, проблемы европейские. И еще, конечно же, засуха. Это в том числе как внешняя, так и внутрироссийская. Внутрироссийская, она, конечно же, сказывается в первую очередь на объеме выпуска в сельском хозяйстве, который будет гораздо меньше, чем благоприятный объем выпуска прошлого года. А общая мировая ситуация в том числе сказывается на том, что цены на продукты питания стали ползти вверх и тем самым оказывают негативное влияние на все домохозяйства через влечение расходов на продукты питания. Эта комбинация факторов говорит о том, что экономический рост в втором полугодии в России будет, конечно, очень медленный, близкий к нулевым отметкам. В третьем квартале даже мы можем показать отрезательную динамику квартал к кварталу, в первую очередь благодаря именно динамике сельского хозяйства. В четвертом квартале чуть-чуть показатели восстановятся, но по-прежнему будут низкие. Так что ничего такого оптимистичного ожидать не стоит. Сюрпризы негативные возможны. Связаны они, конечно, опять с внешней ситуацией нефтяной котировки. Тут, конечно, сюрприз был положительный последние месяцы. Нефть после того, как опустилась до 90 долларов за баррель в июне, она поднялась до 115 и позволила России с точки зрения ситуации на финансовых рынках довольно стабильно пройти июль-август. Август — это вообще очень тяжелый месяц для российского рубля. Уже август подходит к концу, и мы никаких сюрпризов негативных на рынке не увидели. Да, рубль относительно стабильный все-таки себя видит. И на самом деле, если нефть останется 115, то в сентябре-октябре мы даже скорее должны были бы увидеть укрепление рубля, где-нибудь к отметке в 31 рубль за доллар. Но, как мы видим, на рынке началась коррекция. Все выходят из отпусков. Важное решение центральных банков. И понятно, что в сентябре движение какое-то на рынках будет. И если это движение будет негативно, если нефть опять уйдет ниже 100 долларов за баррель, то напряжение на российском финансовом рынке вновь возрастет. И опять же не будет помогать экономическому росту в стране. Замечательно. Ну, в принципе, все то, о чем мы говорили, да, это не из разряда сюрпризов. О сюрпризах давайте поговорим после новостей. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор о ближайшем будущем российской экономики. Ну и, наверное, не только российской. Напомню, в гостях Максим Орешкин, главный экономист по России ВТБ «Капитал» и Федор Наумов, начальник аналитического отдела, управляющий компанией «Капитал». Еще раз добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Уважаемые слушатели, телефон, телефон в студию, которым можете пользоваться, позвонить, задать вопрос. 6510-996, сайт компании финам.ФМ. Ну и, в принципе, достаточно подробно, на мой взгляд, мои уважаемые коллеги, ближайшие перспективы и финансовых рынков, и российской экономики нарисовали. И, тем не менее, возможно ли, если подразумевать, опять-таки, под сюрпризами не подарок Деда Мороза, а некую неожиданность, которая может быть как плохой, так и хорошей. Возможно ли все же сюрпризы некие? Я еще раз подытожу, если я правильно понял и Федора, и Максима, то исторически, и основываясь на последних, так сказать, данных, макроэкономических и статистических Российской Федерации, собственно, осень, начало осени, да, будет непростым. Будет для нас с вами непростым, ну, поскольку мы с вами граждане Российской Федерации. А вот что касается сюрпризов, причем, еще раз повторю, они могут быть как плохими, так и хорошими. Можно ли их нам с вами ожидать, Федор? Ну, конечно, можно, да. Про всякий регион, который имеет значение для рынка, для глобальной экономики, можно выдумать легко историю, как позитивную, так и очень негативную. Ну, выдумать слово не очень мне понравилось. Ну, выдумать, основываясь на слухах, фактах, том, куда история движется. Ну, это будет похоже на правду. Ну, грубо говоря, это будут сценарии, по которым ситуация может развиваться, да. Ну, соответственно, Европа многострадальная, да, все себе нарисовали там многообразие сценариев. Да, наверное, не нужно верить в то, что Греция может выпасть из еврозоны, потому что, ну, это будет шаг, который может очень здорово испортить ситуацию. Ну, в самой Греции, наверное, уже это мало кого волнует, да. Соответственно, история в следующем. Посмотрите, каждый месяц выходят данные о том, как активно вкладчики в Италии и в Испании забирают вклады из итальянских и из испанских банков. Логика человека очень простая. Если он видит, что вот его сосед грек, да, соответственно, серьезно беспокоится о том, что завтра Греция может выйти из состава еврозоны, и он на своем вкладе вместо евро получит один к одному драхмы, он начинает то же самое думать про то, что он получит лиры или, я же не знаю, что было в Испании до евро, уже не помню. Песа. Песа, наверное, да. Ну, учитывая, что у них у всех. Песа. Песа, да. Соответственно, такая логика очень хорошо работает, и лучше я сейчас заберу кэш в евро или открою счет в немецком банке, да, в котором мне в худшем раскладе их, а может быть и в лучшем, превратят немецкие марки. Вот, соответственно, поэтому, наверное, в этот сценарий не стоит верить, потому что, ну, до политиков, скорее всего, рано или поздно дойдет, что даже и пугать им не нужно, и обсуждать его не нужно, потому что любое обсуждение в сценарии позволяет его сразу помещать в возможные сценарии, и, соответственно, это сразу провоцирует поведение людей. Извини, я тебя перебью, у нас есть звонок, давай послушаем вопрос нашего слушателя. Ильдар, добрый вечер, вы в эфире спрашиваете. Алло, добрый вечер, уважаемые специалисты, уважаемый ведущий. И приятно вас слушать, очень интересные темы затрагиваете. Скажите, пожалуйста, тут у меня вопрос по кредитованию, по кредитному инструменту. В Европе, как известно, в Европе, Америке кредитная ставка по потребительским, по любым видам кредитов намного ниже, чем у нас. Я так понимаю, вот, допустим, если возьмем процент 15% годовых, либо 20% годовых, да, как в России у нас, эти 20% банк закладывает, что он в течение какого-то периода времени получит прибыль в размере, там, этих 20%. При этом деньги, которые получает потребитель в виде этого кредита, он должен нарастить по итогам больше 20%. Правильно ведь? По итогам. То есть банк должен получить 20% прибыли. И еще потребитель, допустим, еще 10%. В Европе, я так понимаю, в Европе и Америке, компании, банки, они понимают, что прирост не такой большой. Так почему же в России 20% кредиты выдаются, да? При этом есть прекрасное осознание того, что 30% прибыли из этих денег не получится, там, через 10-15 лет и так далее. Вот ответите, пожалуйста, на этот вопрос. Вот эта вот кредитная яма, когда она закончится уже, вот этот пузырь? Спасибо, Эльдар. Ваш вопрос понятен, ну, я надеюсь, по крайней мере. И, в принципе, да, да, Максим, давай, ответь. То есть, наверное, стоит объяснить, да, из чего складываются ставки и покупки. Нет, ну, во-первых, когда речь идет о потребительских кредитах, это же кредиты, которые берутся не на какие-то инвестиционные цели. Это просто способ домохозяйства перенести свое потребление из будущего в текущий момент. Если мы, например, посмотрим, с каким темпом растут доходы российских домохозяйств, если мы посмотрим на номинальные заработные платы, то по официальной статистике Госкомстата прирост сейчас составляет 15% в год. Таким образом, вот и источник, да, погашения тех кредитов, которые выдаются под такие процентные ставки. И тут, как говорится, в первую очередь домохозяйства должны сами принимать решение, брать или не брать кредиты. То есть, если есть спрос, да, на такую ставку? Действительно, да. При таких ставках мы видим, что именно потребительские кредиты сейчас являются основным драйвером роста банковского кредитования и рост по отдельным продуктам превышает 50-60% год в год. Да, это очень высокий спрос, очень большое желание отдельных домохозяйств перенести потребление из будущего в настоящий. Причем их не пугает такая ставка, если сравнивать ее, да, со ставками развитых рынков. А вот если сравнивать с развитыми рынками, то зарплаты номинальные, да, если мы посмотрим США, то это... Они вообще сокращаются. Нет, они не сокращаются. Номинальные, наверное, нет, да. Номинальные, они растут на несколькопроцентных пунктах. Вот, и поэтому уровень долговой нагрузки, если сравнить американские домохозяйства и российские домохозяйства, он гораздо, в России гораздо меньше. Именно поэтому сейчас, в ближайшие годы, будет сохраняться активность российских домохозяйств по увеличению долга. Когда появляется такая возможность, даже по высоким ставкам, российские домохозяйства с большим удовольствием этим пользуются. Ну вот, Ильдар употребил термин «пузырь». Насколько это корректно, Федь? Ну, я тоже тогда сначала начну. Вот, ну, у нас все-таки немножко ситуации в экономиках разные, да. У нас, пусть у нас второй полугодие будет так себе, все-таки мы растем чуть-чуть побыстрее, да. По первому полугодию процент на 4, наверное, выросли, да. Вот, соответственно, Соединенные Штаты выросли на 2. Вот, соответственно, инфляция у нас тоже разная. То есть, экономический рост реальный плюс сверху инфляции, номинальный рост, у нас тоже сильно разный. Сильно разный, да, инфляция, конечно, была в первом полугодии очень медленная, в районе 5% год к году. Вот, соответственно, ну, а в Америке она 1-2, да, то есть вот и рождается большая часть, объясняющая, почему ставки в экономиках разные. Потому что у нас действительно номинальные темпы роста, даже если вот так грубо посчитать, они сильно разные. Вот, во-вторых, ну, соответственно, у нас и политики центральных банков, в связи с тем, что немножко разные ситуации с ростом и с инфляцией тоже разные. В Америке ставка 0-25, у нас ставка центрального банка, там, репошная, да, это 5-25. То есть вот опять то же самое, что мы видим в инфляции и в росте. Ну, это частично, конечно. Вот, потом, соответственно, не нужно думать, что ставки, ну, в Америке, хорошо, ставки по ипотекам, они низкие. Да, в России, благодаря всяким госпрограммам, они тоже сейчас на исторически очень низких уровнях, да, наверное, там, в районе 11. Конечно, это не очень мало, но надо признать, что многие банки из числа тех, кто дает эти почтенные кредиты, сами на рынке облигационном где-то под 9-10 занимают. Так что их заработок тоже, в том случае, не так велик, да. Соответственно, если же брать потребительские кредиты, там, по кредитным картам, они везде в мире, в принципе, стоят дорого. Вот, и не нужно думать, что банк в чистом виде зарабатывает на этом. Если он под 20-ю ставку дает, что 20% — это все его прибыль, да, сюда нужно записать операционные косты, сюда нужно записать фондирование, вот, сюда нужно записать тот факт, что некоторые заемщики не возвращают свои кредиты, да. То есть риски, да, существует... Все это, соответственно, вкладывается в их финансовый результат. Ну, действительно, есть на рынке банки, которые очень агрессивные продукты предлагают, очень их маркетируют специфически, продвигают их в правильных регионах, люди еще не очень финансово грамотные оказываются, вот. И, соответственно, есть банки, которые 60% умудряются эффективно годовых с потребителей взять. Ну, здесь, что называется, нужно вчитываться, чтобы как бы на такие истории... Это уже так даже называется хищническое кредитование. Да, да, да. Но, кстати, это некоторые вполне публичные банки с публично обращающимся долгом, вот, репортуют о таких эффективных доходностях по своим портфелям. Вот, а что касается пузырей или не пузырей, то, в принципе, действительно, тот, те темпы роста банковских портфелей в розничном кредитовании, которые мы наблюдали в первом полугодии, они, конечно, были очень высокие, выше 40% год-года в целом по розничному кредитованию. И вот эту проблему, в том числе, отмечал и российский центральный банк, и это была одна из причин ужесточения монетарной политики, которую мы видим последние полтора года в России. И, в принципе, вот насыщение спроса по отдельным продуктам, оно постепенно приведет к тому, что темпы роста будут замедляться в кредитовании. Я думаю, что если... вот повторение таких высоких темпов мы можем увидеть только при каком-то фантастическом сценарии, там, глубокого кризиса, резкого восстановления и с низкой базы, а при нормальном планомерном развитии России мы вряд ли уже увидим такие высокие темпы в ближайшем будущем. Я тоже коротко об этом добавлю. Да, похоже, что действительно этот рынок после какой-то фазы очень бурного посткризисного роста, он действительно начинает немножко подзамедляться, и там таких темпов не будет, как мы видели. Но нужно понимать, что все это достаточно с низкой базы, в принципе, росло. Те же кредитные карты, да, вот последние два года. Ну, Москва — насыщенный рынок, да, регионы — очень ненасыщенный рынок. Отсюда такие фантастические темпы роста. Вообще, на самом деле, интересная вещь, если посмотреть просто на вот розничную часть банковской системы, то очень видно разделение России на Москву и не Москву. Москва — это главный источник депозитов физических лиц. Там почти более половины всех депозитов, которые в стране физических лиц привлекаются, они привлекаются в Москве, еще процентов 20, по-моему, в Питере привлекается, а все остальное по всей России. Соответственно, если исключить карты, а вот взять все другие кредиты, да, то картинка диаметрально противоположная. Все практически, там, процентов 70 кредитов выдается, 80 выдается в регионах, а в Москве выдается намного меньше. То есть это такой, можно сказать, региональный потребительский бум, который финансируется депозитами, которые в Москве с физических лиц собирают. Даже есть такие банки, у которых пару лет назад у них в бизнес-моделях укладывалось одно предложение. Я займу в Москве на депозитах, а выдам в Владивостоке кредитом. Поэтому и такое тоже бывает. Ну, то есть это некий региональный бум, который из Москвы чувствовать, наверное, непросто. Это специфика все-таки российской, да, некая такая площадка? Нет, ну, в разных странах есть такие темпы роста, да, во многих развивающихся рынках, которые растут бурно, и банковская система, где начинает с низких позиций. В Грузии, например, сейчас. С низкого уровня проникновения, там везде высокие темпы роста. Ну, понятно, что поднимают с нуля, что называется. Так, хорошо, я прошу прощения, немного времени, поэтому, если позволите, давайте ответим на вопрос. Наталья спрашивает. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о перспективах наших банков и перспективах котировок по ВТБ и Сберу? Ну, я так понимаю, она с точки зрения фондового рынка спрашивает. Что вы думаете о перспективах, Федор? Ну, соответственно, понятно, что ВТБ и Сбер, это, конечно, периодически там происходит своеобразные свои истории, да. Про ВТБ ничего говорить не будем. Вот, в Сбере случаются слухи о приватизации, на которых кажется, что эту акцию куда-то к уровню приватизации поднимают. А может, не поднимает, может, она просто вместе с рынком туда вырастает. Вот, потом кажется, что отменяют, и поэтому уже нет смысла и держаться на этих высоких уровнях. Ну, в общем, игра своеобразная. Но так или иначе, Сбер все-таки рынок. Куда рынок, туда и Сбер. Может, Сбер немножко быстрее обычно растет и немножко быстрее падает, но, в принципе, это рынок. Что касается, как бы, их бизнеса, да, то банковский сектор, конечно, в России, ну, переживает некую, наверное, не назовешь это стадией трансформации, но процессы непростые там происходят. Да, есть, конечно, соответственно, госбанки, да, у которых высокая доля рынка, у которых есть доступ тоже не дешевому фондированию, но есть. Есть понятная клиентура, вот, есть понятное желание происходящее, там, наверное, не столько от воли миноритарных акционеров, сколько от воли государства наращивать бизнес. Вот, они себя чувствуют, ну, при всех, наверное, балансы у них жирнеют, наверняка появляется в будущем, это все отзовется, будут там проблемные активы. Вот, но так или иначе, этот сегмент хорошо себя чувствует. Есть другой сегмент, который куда меньше этого государственного и на другом поле находится, это всякие банки, которые занимаются розничным кредитованием, в основном, в регионах. Они тоже себя очень хорошо чувствовали, очень бурно росли, поэтому они были готовы, там, на облигационном рынке по 14 годовых занимать. Были даже истории, потом по 20 размещались. Вот, соответственно, есть вот все, что между ними, такие небольшие, средние, средние корпоративные дропатрибинские банки, которые... Петр, извини, давай послушаем новости, потом продолжим разговоры об администовом секторе. Добрый вечер, уважаемые слушатели Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Мы продолжаем наш разговор о экономике России. Меня зовут Олег Дмитриев, в студии сегодня Максим Орешкин, главный экономист по России ВТБ «Капитал» и Федор Наумов, начальник аналитического отдела управляющей компанией «Капитал». Телефон в студию 6510-99,6, сайт компании финам.ФМ. Ну и мы продолжим ответ на вопрос Натальи. Она интересуется перспективами наших банков, в частности ВТБ и Сбербанку. Федор, я тебя прервал. Да, ну и я коротко говорю, просто что касается тех, кто посерединке находится, да, это банки средние, корпоративные, которые в том числе розничным кредитованием и депозитами занимаются, они все чувствуют себя достаточно печально, да, это очень хорошо видно, например, потому как их акции торгуются. Они все стоят ниже своей книжки, то есть ниже собственного капитала баланса, вот такие там истории типа «Возрождения». Что это означает? В кризис была похожая картинка, но тогда это было из-за того, что у них были проблемы на балансах, все эти проблемы боялись, боялись, что будут большие списания плохих долгов, которые съедят капитал. Поэтому рынок как бы смотрел вперед и мыслил, что этот капитал на самом деле не такой большой, как он записан прошлым кварталом в отчетности. Вот сейчас, соответственно, так складывается, что их ретон, их рентабельность собственного капитала меньше, чем то, что от них требуют акционеры, грубо говоря. То есть это бизнес, который зарабатывает доходность меньше, чем, грубо говоря, бизнесу стоит привлечь деньги. Именно поэтому он и стоит ниже своей книжки. Это хорошее свидетельство того, что просто у них нет бизнеса, у них дорогое достаточно фондирование, у них нет возможности куда-то его очень выгодно размещать. Работать с розницей они не умеют, потому что это другой бизнес, это большие процессы, это IT, это агрессивная сейлс-политика, это эффективные процессы. Они этому делать не научились, и вот сейчас они все, их путь один — это слияние и поглощение. Ну, а это немножко происходит, та же вот история недавняя, да, Номос-Хантамансийск, теперь вроде как Номос-Открытие. Вот, наверное, такие процессы еще будут происходить. То есть это нормально, по большому счету это нормально? Наверное, это должно произойти. В конце концов, у нас чистая процентная маржа в банковском секторе, ну, среди вот таких как раз банков типа Возрождения, вот она в районе 4%. То есть они получают по кредитам на 4% больше, чем привлекают деньги из разных источников. Вот, это много. В Восточной Европе это 2-3, наверное, даже немножко, может быть, даже меньше в отдельных странах по отдельным продуктам. Это значит, что эти банки не могут жить даже с 4%, хотя их коллеги в Восточной Европе живут с 2-3. Должно как-то меняться и будет меняться. Спасибо тебе огромное. Денис спрашивает, ну, давайте уж, поскольку мы о банковском секторе сейчас активно разговариваем, вопрос у него такой. Почему российские банки в последнее время резко увеличивали ставки по депозитам в рублях именно, Максим? Ну, это следствие политики Центрального банка, который видит эту картину, которая происходит с активным ростом кредитования, с некоторым усилением инфляционного давления в экономике, ужесточал монетарную политику, постепенно поднимал стоимость краткосрочных денежных ресурсов на рынке и постепенно это дошло до реального сектора, в том числе до ставок по депозитам, которые уже где-то, я думаю, года полтора постепенно росли. И по нашим оценкам, вот этот рост депозитных ставок, он должен достигнуть максимальных уровней во втором полугодии этого года, после чего ставки начнут полномерно снижаться. Ну, в таком случае, вот рост рублевых ставок, это как раз речь идет о нехватке ликвидности, да? Да, да, так и есть. Ну, то, что у нас наблюдалось в банковской системе, то, что рост кредитных портфелей у российских банков был гораздо активнее, чем рост депозитной базы. То, что мы ожидаем в следующем году, что у банковской системы рост будет более-менее сбалансирован. То есть прирост депозитов ускорится, прирост кредитов замедлится, и банки будут с точки зрения денежных средств выдавать в кредит то, что они сами привлекаются рынком. Нужно учитывать при этом, что очень большой дисбаланс создан, собственно, тремя игроками, это Сбером и в меньшей степени в силу меньших объемов, ВТБ и Газпромбанком. Именно у них этот разрыв между ростом кредитных портфелей и ростом депозитной базы был самым большим, на триллионы рублей, да, и именно это и создало, в общем-то, этот дефицит вместе с достаточно осторожной политикой центрального банка. При этом, кстати, стоит обратить внимание, насколько, как выглядит, какая крутая кривая в рублевых ставках. То есть вот, например, овернайт, да, ну это 5 в лучшем случае, да, в худшем случае 6-6,5. А, соответственно, на год уже там банки, как раз когорты там ВТБ, Ростсельхоз, Газпромбанк занимает где-то под 8. То есть вот здесь уже 200 пунктов, а еще выше, там еще 100 пунктов. Восьми, конечно, нету. Но было 8, точно было, год-полтора было, было под 8. Вот депозиты мы видели, собственно, от этих банков, вот такие ставки. А, кстати, в какой-то период от Ростсельхоза были депозиты трехлетние, там, под 11, для юридических лиц. То есть, соответственно, проблема такая есть, да, и, ну, видимо, по мере замедления экономики, по мере замедления роста этих кредитных портфелей, она, соответственно, будет смягчаться. Я же, пожалуйста, а Центробанк он смотрит вообще за этими вещами? Конечно, смотрит. Ну и? Ну, его какая реакция, да, он в какой-то момент, кстати, вот это очень хороший вопрос, потому что сейчас, наверное, это один из неоднозначных моментов, как Центральный банк должен на все это вот теперь среагировать. Да, реагирует. Потому что у него, грубо говоря, он в ситуации, когда он вроде как видит, что экономический рост замедляется, вот, соответственно, в то же время он видит, что инфляция главным образом из-за продуктов питания ускоряется. При этом он видит в розничном кредитовании очень быстрый рост портфеля, он видит быстрый рост балансов в государственных банках, видит высокие ставки по депозитам. И вот в этой ситуации, и более того, инфляция из-за этой вот продовольственной истории выйдет, скорее всего, за его целевой диапазон. И в этой ситуации что ему предпринять? Кстати, все, по-моему, все на рынке, кто какие-то форкасты делает по тому, что будет делать ЦБ, у всех уже разные гипотезы и версии. Вот такого, наверное, очень давно не было, потому что консенсус, он как-то вот, если он есть, он какой-то очень неуверенный в том, что он говорит. Ну, кстати, Максим, наверное, лучше меня сможет прокомментировать, он больше за этим следит. К этой картинке еще добавляется тот факт, что у нас фискальная политика будет, сдерживающая во втором полугодии, уровень расходов будет не такой активный, как он был в конце прошлого, в начале этого года. Есть еще тенденция общемировая, где все развивающиеся банки снижают процентные ставки, и российские процентные ставки постепенно выходят в число одних самых высоких на рынке. Что привлекает спекулянтов по рублю, да? Ну, спекулянтов, конечно, в России не особо. Не особо. Пока не привлекает, но... Может привлечь, да? Тут есть ли карри трейда, они... Есть же еще момент такой, что у нас с осенью планируется либерализация доступа иностранных инвесторов к рынку государственных корпоративных облигаций, и, соответственно, гособлигации российские, они уже имеют сейчас доходности одни из самых высоких среди всех развивающихся рынков, поэтому здесь будут создаваться предпосылки для притока этих денег, особенно на краткосочные периоды времени. Поэтому действительно, социальный банк непростая ситуация, и с одной стороны, социальный банк хочет и поднять ставки, и, с другой стороны, он хочет подождать, чтобы получше понять, что будет происходить с экономикой, как будет развиваться инфляционная динамика, инфляционные тенденции. Потому что у центрального банка же есть не только цель в 6% на этот год по инфляции, у него есть еще более низкая цель на следующий год в 5,5%. И, соответственно, даже если можно предположить, что центральный банк спокойно переживет, может спокойно пережить превышение инфляции в этом году над целевым уровнем, то ему как-то нужно делать так, чтобы достигнуть целевого уровня в следующем году. Это означает, что все-таки какое-то сдерживание ему нужно проводить. И вот я знаю прекрасно, как в центральном банке думают по этому поводу. Там у них два лагеря, один за повышение ставок, другой считает, что пока нужно с этим повременить. И, действительно, этот вопрос непростой. И, я думаю, в ближайшие пару месяцев мы увидим, к какому решению пришел российский центральный банк. Я бы хотел еще попросить вас, есть ли смысл добавить сюда разговоры? Они сейчас, может быть, не очень активны, но, тем не менее, ведутся по поводу того, чтобы центральный банк не стал самостоятельной единицей российской банковской системы. Ну, я, наверное, на это коротко отвечу, что весь мир до кризиса боролся с тем, чтобы, ну, боролся за то, чтобы центральный банк, в книжках всегда это было написано, что центральный банк должен быть как можно более независим. И были даже всякие забавные истории про то, что, мол, когда, соответственно, был ФРС Волкер, а после него был, соответственно, Гринспин. И была интересная история, когда Волкер пришел на какой-то званный обед у супруги президента, уже не будучи, соответственно, центральный банкером главным, а тогда уже был Гринспин. И он пришел с учениками, со своими студентами, и показал, вот смотрите, Гринспин сел там под правую руку или под левую руку от супруги президента. Вот так ни в коем случае не должен поступать настоящий центральный банкир. Потому что даже этим должен демонстрировать, что ты никакого отношения к власти не имеешь. Соответственно, после кризиса очень много разговоров пошло о том, что до этого все всегда гордились тем, что их центральный банк лучше всех коммуницирует с рынком, он независим от власти. После кризиса каждый центральный банк в мире, тот, который до этого хвалили, ругали за то, что он слишком зависим от власти, соответственно, слишком неуверенно коммуницирует. Российский центральный банк всегда был очень зависим от власти. И сейчас он, может быть, он уже власть наконец убедил в том, как нужно политику проводить, и власть наконец понимает, и с ним на одной волне. И в этом смысле вот слышать эти предложения, ну, как-то странновато. А, кстати, вот если мы говорим, что Центральный банк до кризиса проявлял исключительную самостоятельность, а после кризиса становится близким к политику, это является результатом кризиса? Ну, я не думаю, что в России есть такая тенденция, на самом деле, мнение отличное. Центральный банк доказал в последние годы, что он старается все-таки проводить независимую политику, и, конечно же, еще больше независимости Российскому Центральному банку это то, что было бы полезно как для экономики в целом, так и для восприятия российской экономики со стороны иностранных инвесторов. У нас Центральный банк планомерно движется вперед, может быть, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но ставит в себе цели перехода постепенного к инвестиционному таргетированию, к плавающему валютному курсу рубля, что есть правильно. Показал, кстати, в мае он, да? Да, 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 это хорошо. Постепенно движется к этому, и вот никакие политические пертурбации на вот его достижение этих долгосрочных целей Центрального банка абсолютно не влияют. Вот как этот вектор был взят в 2002-2004 году, да, когда Сергей Игнатьев во втором году, он стал председателем Центрального банка, так с тех пор постепенно движение... То есть, во многом заслуга Игнатьева все-таки, да, как главы? Да, бесспорно. Ну, кстати, на самом деле, вот, как ни странно, большинство участников рынка, может, не самых больших, вот, не верят. Они не верят в то, что Центральный банк перешел к свободному курсу, и они считают, что это до поры до времени, грубо говоря, пока нефть не сходит на 70 или на 130, сходит она на 70, Центральный банк вынужден будет якобы... Посмотрим, будет интересно, если на то до сходит, как будет себя вести Центральный банк, он якобы должен будет вмешаться и остановить падение рубля. Ты так говоришь, как будто все будет происходить где-то вот за стеклом, а ты думаешь, участникам, это будет очень грустно. Вот, а если будет 130, якобы вмешается, наоборот, будет мешать укреплению рубля. Ну, посмотрим, это, наверное, тоже по-своему интересно. Ну, по крайней мере, эксперимент состоится. Да, согласен, с точки зрения аналитики, безусловно, это знание. Интересно, хорошо. Значит, времени не так много остается до окончания этой части. Я все-таки хотел о сюрпризах еще раз задать вам вопрос. Позитивные сюрпризы для российской и для мировой экономики какие все-таки можно рассматривать? Именно сюрпризы, Максим, Федор. Ну, сюрпризы, я не знаю, тут можно пофантазировать. Я вот именно позитивных сюрпризов не ожидаю. Позитивным сюрпризом, на самом деле, будет отсутствие негативных сюрпризов. Что, кстати, сейчас, да, вот эти 2-3 месяца, отсутствие негативных новостей воспринимается рынком позитивным. Сейчас был такой отпускной сезон, на самом деле. Как бы рынки все замерли. Да, там, те же политические деятели, они все замерли. Сейчас начинается сентябрь, который, как мне кажется, должен дать все-таки ясный ответ на то, будут негативные сюрпризы или не будут. Есть три блока, за которыми надо следить. Это США с их фискальным обрывом, то есть возможностью резкого сокращения госрасходов, начиная с 1 января, на фоне политической борьбы демократов и республиканцев. Есть Европа с непонятной ситуацией относительно Греции и других стран еврозоны, с неустойчивостью монетарного союза в целом. Есть Китай с структурным перекосом экономики, особенно последние несколько лет в сторону очень высоких инвестиций в инфраструктуру, недвижимость, в производственные мощности и то, насколько структурные дисбалансы китайской экономики будут исправляться. Из каждых из этих трех областей могут прийти негативные сюрпризы. Если их не будет ниоткуда, то это будет большой позитивный сюрприз для мировой экономики. Федор, то есть мы сейчас позитивным сюрпризом, тем самым подарком от Деда Мороза будем все-таки считать отсутствие негатива? Ну, наверное, да, потому что действительно я с этого начал, что видно, что американский рынок на фоне достаточно умеренно, скорее, умеренно слабый. Давай послушаем новости, а потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжаем программу «Сухой остаток» на Финам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев и разговариваем о приятных, все-таки хотелось бы, по крайней мере, под финал программы поговорить о приятных сюрпризах. Сейчас мы попробуем их сформулировать с моими гостями. В гостях Максим Орешкин, главный экономист по России ВТБ «Капитал» и Федор Наумов, начальник аналитического отдела управляющей компании «Капитал». Ну что ж, где же они позитивные? Ну давайте я попробую что-нибудь выдумать такое хорошее. Первая история, ну действительно, Америка доросла до максимумов. Непонятно, как они будут через них проходить. Может быть, сюрпризом станет как раз хорошее макро по Америке, вот вопреки всему. Ну, потому что я пытаюсь выдумать, правда. Не нужно будет делать QE тогда никакое, и мы продолжим расти, забыв о… Ну то есть это значит рост ВВП 2,5-3, сокращение устойчивой безработицы, и это тогда фантастический сценарий для всех нас. Мы забудем даже про Китай и про Европу тогда, скорее всего. Вот, соответственно, из Европы какой позитивный сценарий? Вдруг выяснится, что дисбалансы, которые долго схлопывались, вот это удивительная история, если взять периферийные страны еврозоны, не считая туда Италию, то есть посчитать Испанию, Португалию, Ирландию, Грецию, посмотреть, у них реальное потребление домашних хозяйств, оборот реально розничной торговли, реальный оборот розничной торговли, без даже особо цикличных товаров, таких как машины. По-моему, он с максимальных докризисных уровней сейчас минус 20%. То есть в реальном выражении бюджет жителей периферийной страны сократился на пятую часть. Ну, это похоже на Великую депрессию в Соединенных Штатах. Наверное, в какой-то момент вот эти дисбалансы должны схлопнуться, и бац, мы поймем к концу года, что вот все, дисбалансы схлопнулись. И Европа начинает какие-то, там происходят какие-то структурные реформы, там центральный банк проводит реформу банковской системы, ЕЦБ проводит вместе со всеми политиками, которые вдруг сели, договорились, банковскую реформу, там появляется какой-то общий европейский АСВ, там появляется, соответственно, агент страхования вкладов. Вот. И плюс структурные реформы во всей экономике, на рынке труда, в бизнесе и так далее и тому подобное, и вот они тоже начинают нащупывать рост. А в Китае, соответственно, тоже выходит новый, у них правительство же поменяется осенью, да, и, соответственно, и у них там двое выборов, одни осень, другие в марте, я там запутался, когда они там кого выбирают, когда-то генеральный секретаря, когда-то президент, новый рисует там план на пятилетку, в котором все хорошо. Вот вам три супер-сюрприза, вот, которые там РТС будет, не знаю, 3000. Вот. Ну, здорово. Просили, я первый. Да, да. Мне очень понравилось. Максим, твои приятные сюрпризы. Нет, я говорил, как я уже сказал, что для меня приятным сюрпризом будет отсутствие негатива. В принципе, российская экономика вот с теми ценами на нефть, которые были в июне, 90 долларов за баррель, уже бы прилично лихорадило бы эту осенью. Приятным сюрпризом для нас стало возвращение нефтяных котировок 115, которые обеспечивают более-менее развитие российской экономики, в первую очередь, в зависимости от внутренних факторов. Я тебя в этом случае спрошу, а что их держит сейчас там? Ну, понятно, что ситуация с Ираном, потому что, если посмотреть, например, на спред между спотовыми ценами, там, четырехлетними форвардными ценами, вот, там очень интересная история, на самом деле. За последние несколько лет четырехлетние форварда устойчиво держались около отметок 90-95 долларов за баррель, практически сильно от них не отклонялись. Все, что мы видели в движении спотовых цен, это было именно связано со спотовым рынком и с дефицитом нефти на спотовом рынке. Сначала это в 2011 году было вызвано ситуацией с Ливией. Сейчас, июль-август, это, конечно же, санкции относительно Ирана и уменьшение подставок иранской нефти на мировой рынок. Это, соответственно, главный фактор, который определяет ту премию, которая есть у спотовых котировок перед форвардными в районе 20 долларов. Это, на самом деле, если посмотреть на историю, это очень высокий уровень. Вот они только в начале 2012 года были выше, и, как бы, до этого такой разницы между спотом и форвардом не было. Поэтому, конечно же, эти цены в 115 долларов, они не очень устойчивы, и если все это... И ожидание того, что этот спред, он должен схлопываться каким-то образом? Ну, он может схлопнуться, да, он может схлопнуться сначала либо снижением спотовых цен, либо ростом форвардных. Если рынок поверит, что мы будем находиться в ситуации структурного дефицита нефти, то форвардные цены просто постепенно подрастут и до суда уровня спотовых. Если же ситуация с балансом сырой нефти на рынке восстановится, и предложений опять будет достаточно, то спотовые цены легко могут опуститься к отметке в 95 долларов за баррель. Покупайте длинные фьючерсы против коротких. Да, это торговая рекомендация от Федоров. Для того, чтобы это сделать, нужно, на споте продать нефть, нужно иметь сырую нефть, как таковую. Если у вас есть танкер сырой нефти, можете... Но, скорее всего, можно какие-то фьючерсы покороче просто против длинных. Ну, явно, что надо работать с производными инструментами, сложно. Я помню, какое-то время назад... В кризис как раз так было. Было наоборот. То есть спот был очень ниже, чем фьючерсы. Нужно было купить нефть, залить ее куда-то и одновременно ее продать на форвард. Обратная ситуация была в начале 2009 года, когда действительно на рынке из-за просто остановки мировой экономики в какой-то момент образовался структурный избыток нефти. И все, кто мог, использовали все возможные емкости, чтобы закупить нефть по 40 долларов за баррель, подержать ее год и продать... Кто-то шутил даже, что этот арбитраж так долго держался, что, мол, на самом деле нефть просто, если и долго, как-нибудь она портится. И поэтому этот арбитраж сложно технически сделать. Да-да, придется все выливать в никуда. Здорово. Хорошо. Еще такой меня очень интересует... А, мы говорили сегодня, да, вот в ожиданиях сюрпризов. Мы уже упоминали возможное, да, позитивное развитие американской экономики, европейской, китайской. Ну и вот конкретный пример. Сегодня выходил пересмотренные данные за ВПП по США за второй квартал. Там далеко до моего позитивного сюрприза, я вам хочу сказать. И тем не менее, это обрадовал рынок. Мы в моменте увидели там какие-то движения лихорадочные. Так тоже не особо и обрадовало, мне кажется, что... Ну, в конце концов, пересмотр. Вот, то есть, эту цифру мы ее уже видели. Ну, было полнора процента, чтобы 1,7. Ну, это, в общем, видно в последних неплохих, относительно неплохих макроданных по штатам. Вот, все равно будем все беспокоиться. Ну, что всех беспокоиться? Трост, он рабочие места сдает или нет? Пока не особо. Продолжается еще, на самом деле, продолжается еще летний сезон. Да, и поэтому рынки так еще более-менее... Вяло реагирует на все эти события. Вот, я думаю, как раз последний летний торговый день, это пятница, как раз, на который приходится выступление Бена Бернанке в Джексон Холле. Это как раз будет стартом для нового, более активного периода. Сложно сказать, он будет позитивный или будет негативный. Он будет волатильный, ура! То есть, интег волатильности здесь явно оживет. Оживет. Хорошо. Я понимаю, эта тема набила оскобину, и тем не менее, мы сегодня ни разу, на удивление, я вам хочу сказать, на удивление, ни разу не коснулись темы количества смягчений. Ну, это так вот, непосредственно, по крайней мере. Если можно, вот немножко осталось у нас времени, давайте спрогнозируем, ну, или поговорим в какой-то степени о том, что может случиться, начиная с выступления Бернанки в пятницу и продолжая, собственно, движение через заседание ЕЦБ, через Конституционный суд Германии к следующему заседанию Федрезерва. Ну, наверное, коротко, если да, то во всех трех центрах мировой силы, да, вот все аналитики про это все пишут одно и то же. Вот, везде экономика выглядит так себе, риски, скорее, могут случиться вниз, чем вверх, и центральные банки и правительство должны будут прийти на помощь. Ну, расчет, прежде всего, на центральные банки, потому что правительство в долгах все, да, и им сложно, ну, может, кроме Китая, помогать фискально, экономикам. Вот, соответственно, в Америке, наверное, ситуация самая неоднозначная, потому что у них выборы на кону, да, и перед выборами сейчас сделать QE, это откровенно подыграть одному из кандидатов, да. Поэтому, наверное, там это вот до выборов не случится в явном виде. Более того, там, наверное, назревает еще такая атмосфера, что многие начинают всерьез сомневаться, а имеет ли смысл вообще это QE делать. То есть, может быть, экономика не растет из-за чего-то другого, не из-за того, что снова QE не сделано. Или, более того, QE, оно и заведет эту экономику. Ну, да, есть такие опасения, естественно. Ну, есть, естественно, те, кто вообще боятся, что это все обернется какой-то гиперинфляцией. Может быть, наверное, не при таком уровне безработицы, как сейчас. Вот, соответственно, в Европе ситуация намного сложнее, потому что там уж больно много разных стран с разными ситуациями. И, по-моему, вот то, как ведутся там итальянские, испанские облигации, по-моему, там люди уже всерьез ждут, что что-то такое случится, и оно там как бы уже более-менее в ценах. Скорее, там будет приятно услышать что-то о том, как страны движутся в сторону банковской и фискальной консолидации, чем именно о прямых мерах того или иного смягчения от ЕЦБ. Но они так медленно договариваются, так остро спорят, что, наверное, опять это несколько лет у них займет. То есть, мы уже живем в этой ситуации не первый год, да, наверное, года два с половиной, три уже. С десятого года точно. Греческие проблемы, а потом у всех остальных, наверное, мы еще пару-тройку лет точно их будем обсуждать. Вот, Китай, наверное, самая загадочная история, потому что там история была такая, они не смягчали сильно политику, потому что у них была высокая инфляция, теперь они чуть-чуть смягчили, и все вроде как ждут от них нового смягчения, но им чем-то никуда не торопятся. Может, опять же, у них тоже выборы, что-то с этим связано. Но Китай, я понимаю, плохо, честно говоря, в последний раз все хуже и хуже. Ну, Китай очень серьезные структуры. Восток дело тонкое, я не понял. Инфраструктурные проблемы, потому что предыдущий стимул, который был предпринят китайским правительствам, он был в первую очередь направлен на инфраструктурное и жилищное строительство, где образовался избыток, там есть отдельные места, где... Пузырь, да. Пустые города, да, никем не используются дороги. Ну, не то что пузырь, потому что уровень инфраструктуры все-таки до этих инвестиций, он был не идеального качества в Китае, да, соответственно, это движение в правильном направлении, просто за очень короткий промежуток времени происходит очень серьезный скачок в инфраструктурном развитии. Да, и, соответственно, делать еще один такой скачок буквально через год-два после этого, это означает, что... Там же как финансирование всех этих проектов, оно шло за счет банковского кредитования. Понятно, что когда резко улучшается инфраструктура, эти проекты, они оказываются экономически неэффективными. И поэтому те банковские кредиты, которые пошли на реализацию этих проектов, они, соответственно, рискуют оказаться невозвратными. И поэтому второй раз делать такой же шаг сейчас, это не так-то просто китайскому правительству. Действительно, Европа, это, я думаю, одно из немногих мест, где какое-то стимулирование со стороны Центрального банка, оно могло бы быть эффективным, потому что, на самом деле, стимулирование со стороны ЕЦБ в той или иной форме в рамках текущей еврозоны, оно означает автоматическую большую интеграцию европейских стран между собой. Да, покупка тех же государственных облигаций означает перенос кредитного риска отдельной страны на ЕЦБ, а ЕЦБ, соответственно, капитал, это вкладчиками являются все остальные страны. Как кредитор последней инстанции, да? Ну, у ЕЦБ есть свой собственный капитал, если он вдруг получает убыток на какой-нибудь своих инвестиций в бумаге, то по этим убыткам взнос капитал должны осуществлять все те же страны, которые есть в еврозоне, включая Германию, Голландию и другие страны. Поэтому любое стимулирование страны ЕЦБ – это, по сути, дальнейшее усиление интеграции в еврозоне. А именно усиление интеграции – это тот единственный способ, который поможет Европе преодолеть структурные проблемы их монетарного союза. Я понял. Есть еще один вопрос, и, наверное, собственно, мы будем потихоньку заканчивать. Вопрос такой прагматический от Дениса из Москвы. Если Греция не выйдет из еврозоны, ну, вот так вот сформулировал, видимо, для него уже ясен исход, где будет евро-доллар? Давайте я попробую коротко ответить. Интересно было, что есть периоды, когда, вот мне, по крайней мере, так показалось, я не делал эконометрику, но мне показалось, что есть периоды, даже сейчас, да, раньше евро-доллар хорошо определялся спредом между ставками в Европе и в Соединенных Штатах. Потом появился период, когда на евро стало больше давить, соответственно, плохая ситуация в Европе. И спред в ставках мог был какой угодно, но дела в Европе были плохо, все боялись распада еврозоны, и из-за этого евро утаптывали, да. Соответственно, сейчас... Пьюзор, очень мало времени. Сейчас, соответственно, спред этот процентный все больше сжимается и сжимается, и поэтому даже если мы как-то... Ставки в Европе будут низкими, поэтому ожидать, что евро укрепится не стоит сильно. Я согласен. Спасибо огромное, дорогие друзья, времени не осталось. Я желаю вам ойтись без неприятных сюрпризов, успехов на рынке, всего хорошего.